Глава вторая Изволение Господне Целую ночь, — проговорили мы с отцом Гурием про отца Серафима, — целую ночь, почти не спавши от радости, и на другой день отправились мы к батюшке отцу Серафиму в его ближнюю пустыньку, даже ничего не пивши и ничего не закусивши, и целый день до поздней ночи, не пивши и не евши, пробыли у дверей этой ближней его пустыньки. Тысячи народа приходили к великому старцу, и все отходили, не получив его благословения, а, постояв немного в его сенцах, возвращались вспять. Человек семь или восемь остались с нами ждать конца этого дня и выхода из пустыньки батюшки отца Серафима. В том числе, как сейчас помню, была жена Балахнинского казначея из уездного города Нижегородской губернии Балахны, и какая-то странница, все хлопотавшая об открытии святых мощей Пафнутия, кажется, в Балахне нетленно почивающего. Они решились с нами дождаться отворения дверей великого старца. Наконец и они смутились духом, и даже сам отец Гурий, вечеру, уже позднему наставшу, очень смутился и сказал мне. Уж темно, батюшка, и лошадь проголодалась, и мальчик кучер есть, вероятно, хочет. Да как бы, если позже поедем, и звери на нас не напали бы. Надобно знать девственный Саровский лес, окружающий Саровскую постынь на десятки тысяч десятин, чтобы оценить естественный страх отца Гурия. Но я сказал, нет, батюшка, отец Гурий, поезжайте вы одни назад, если боитесь чего. А меня, пусть хотя и звери растерзают здесь, а я не отойду от двери батюшки Серафима. Хотя бы мне и голодную смертью при них пришлось умереть. Я все-таки стану ждать его, покуда отворит он мне двери святой своей кельи. И батюшка, отец Серафим, весьма немного погодя, действительно отворил двери своей кельи и, обращаясь ко мне, сказал. — Ваше поколюбие, я вас звал, но не в защите, что я не отворял целый день. Ныне среда, и я безмолвствую, а вот завтра, милости просим, я рад буду с вами побеседовать. Но уж не так рано, извольте жаловать ко мне, а то, не кушавши целый день, вы изнемогливыми. А так, после поздней обедни, да подкрепивши себя довольную пищу, пожалуйте с отцом Гурием ко мне. Теперь грядите и подкрепитесь пищу, вы изнемогли. И стал нас, начиная с меня, благословлять, и сказал отцу Гурию. — Так, друг, так-то радость моя, завтра с господином-то пожалуйте ко мне, на ближайшую мою пашненку, там меня обрящите. А теперь грядите с миром. До свидания, ваше боголюбие! С этими словами батюшка опять затворился. Никакое слово не может выразить той радости, которую я ощутил в сердце моем. Я плавал в блаженстве. Мысль, что, несмотря на долготерпение целого дня, я хоть под конец досподобился, однако же, не только узреть лицо отца Серафима, но и слышать привет его богодухновенных словес, так утешило меня. Да, я был на высоте блаженства, никаким земным подобием неизобразимой, и, несмотря на то, что я целый день не пил и не ел, я сделался так сыт, что как будто наелся до пресыщения и напился до разумного упадения. Говорю истину, хоть, может быть, для некоторых, не испытавших на деле, что значит сладость, сытость и упоение, которыми преисполняется человек во время наития Духа Божиего. Слова мои и покажутся преувеличенными, и рассказ чересчур восторженным, но, уверяю, совестью православно-христианскую, что нет здесь преувеличения. А все сказанное сейчас мною есть не только сущая истина, но даже и весьма слабое представление того, что я действительно ощущал в сердце моем. Но кто мне даст глагол, могущий хоть мало, хоть отчасти, выразить, что вочувствовала душа моя на следующий день?